Познакомимся. Меня зовут Денис, 36 лет. По образованию я физик в области цифровой обработки сигналов. Стаж в мобильной разработке в целом Android и iOS уже более 10 лет. И, собственно говоря, поднимите, пожалуйста, руки, кто имеет опыт нативной разработки под Android. Просто интересно, много ли андроидеров. Хорошо. А много ли iOS-ников? Есть здесь вообще пара человек. Так, Алексей, да, тоже все умеет. Так, и последнее. Вот кто пробовал там или в некоторой степени владеет C++ и QT? О! Значит, смотрите, ребята. Я рассказываю этот доклад, сразу дисклеймер, с точки зрения того, как разработка под Аврору выглядит глазами именно человека с большим опытом в Android и iOS. То есть, возможно, у вас на QT и C++ есть свои какие-то более экзотические подходы, с которыми я могу быть незнаком, потому что я в первую очередь Android и iOS разработчик. Вот. Значит, так, едем дальше. Начнем с повседневных задач мобильного разработчика. Чем, по мнению окружающих, занимаются мобильные разработчики? Да, известно, чем. Смузи пьют и кнопки красят. Но на самом деле среднестатистический рабочий день мобильного разработчика выглядит примерно вот так вот. Соответственно, за годы развития мобильной разработки в целом были выработаны некоторые лучшие практики построения архитектуры для мобильных приложений. Вот. О, тут я проскочил слайд. Вот. Соответственно, во-первых, каждый экран должен быть полностью независимой сущностью. То есть, экраны ничего не должны знать друг о друге. В каждом экране должно быть разделение между UI-представлением и бизнес-логикой. Необходим подход, с помощью которого логика навигации приложения будет отделена от реализации самих экранов. Значит, затем бизнес-логика должна быть разделена на слои. Например, отдельно работа с базами данных, отдельно работа с сетью, файлами и так далее. Плюс при преодолении архитектурных слоев приложения нам нужны способы преобразования моделей. Также в мобильном приложении у нас могут быть условно-тяжеловесные задачи, например, обращение к базе данных, обращение к сети и так далее. Чтобы их выполнять, нам нужна некоторая легкая многопоточность. И в конце, когда мы получили весь вот этот набор кубиков для приложения, нам нужна система, которая позволит все это собирать вместе. Соответственно, что для этого всего у нас есть на Аврора? Во-первых, без проблем каждый экран мы можем разбить на две части. QML для UI-представления и C++ для условных вью-моделей. Будем называть их вью-модели, но это не совсем строгая вью-модель. Дальше. Модель внутри, так же, например, как по клин-архитектуре, мы можем внутри модели иметь юзкейсы, интеракторы, если они нам нужны. Если у нас более простое приложение, то, соответственно, мы можем обойтись там без юзкейсов и интеракторов и внутри вью-модели напрямую дергать сервисы. Сервисы имеются в виду для андроид-разработчиков не андроид-сервисы, а условно просто класс-сервис, который выполняет некоторую задачу. Например, на андроиде они часто репозитори классы называются. Собственно говоря, сами сервис-классы, как уже предыдущие докладчики говорили, мы можем легко реализовать с помощью обширного инструмента Qt. У нас из коробки есть работа с базами данных, есть REST API, сокеты, работа с файлами, то есть нам не надо тащить Alamafire, Retrofit, Realm, Room, ничего, все как бы есть уже из коробки. Для отделения навигации приложения мы можем использовать уже хорошо зарекомендовавший себя паттерн-координатор. Я вот, к сожалению, смотрю, айосников мало, но я думаю, андроидеры тоже могут быть знакомы с этим паттерном, потому что у нас есть PageStack в Aurora, который по сути своей как навигейшн контроллер на iOS и координатор легко работает с PageStack. Соответственно, вместо RX, комбайн, корутинцы, прочих известных в стандартной мобильной разработке технологий для синхронных задач, у нас на Aurora есть Qt Concurrent для синхронных задач и, собственно говоря, все вот эти части вместе можно собрать с помощью самописного DI на C++, что оказалось не так сложно, как я пару месяцев назад думал. В общем, хватит разговоров, да, начнем немножко с кода. С чего начинается приложение на Aurora OS? Как ни странно, да, кстати, смотрите, я буду показывать много кода, не стоит глубоко в него вникать, я подробно тоже постараюсь не останавливаться. В конце будет ссылочка, там будут ссылочки на GitHub, я все проекты подготовил, то есть без проблем можете все посмотреть. Соответственно, приложение на Aurora начинается, как ни странно, с функции main. Никакого там application on start, delegate did finish with launching и так далее. Старая добрая функция main. Я вот все последние 10 лет мобильной разработки именно об этом и мечтал. Соответственно, здесь мы создаем instance приложение, потом создаем корневую вьюху, и вот у нас внизу application exec, запускается event loop Qt runtime, или как мы это считаем, там у нас будет крутиться сигналы, слоты, события и все вот это вот там. То есть очень простой старт. Окей, на Android и iOS у нас есть декларативный интерфейс, да, модно, молодежно. Что у нас есть на Авроре? На Авроре у нас есть QML, который был декларативным еще до того, как это стало мейнстримом. Соответственно, вот корневая вьюха выглядит вот так. Наверху элемент у нас application window, здесь важно, что у нас есть initial page. То есть initial page – это первая страница, которая будет отображена в application window. При этом вот этот параметр initial page, он передается внутрь application window, window в компонент page stack, который всегда есть внутри application window. По крайней мере сейчас на четвертой Авроре, на пятой возможно иначе будет. Дальше, значит, у нас есть main page, тоже стандартно идет page, page header, column, это как vertical layout, в общем, для вертикальной компоновки. В центре у нас есть, ну точнее, да, в центре экрана кнопочка, у кнопочки callback есть on clicked, и тут вот мы вызываем page stack push, и имя страницы, и тут мы пушим нашу вторую страницу в stack. Вот вторая страница совсем простая, page header. И, значит, вот мы получаем простое приложение, да, один экран, нажимаем на кнопочку дальше, переходим на другой экран, все просто и понятно. Вот, значит, диаграммка у нас есть, оранжевая стрелочка обозначает отношение владения, где там память была выделена и где оно хранится. Собственно, GUI application, root view, потом вот синие стрелочки, это поток навигации, initial page, main page, about page, все как бы легко и понятно, но на самом деле это нехорошо, потому что, во-первых, мы не можем динамически заменить initial page, например, ну вот стандартно, да, мы запускаем приложение, мы в нем сначала регистрируемся или выполняем вход, потом мы попадаем внутрь приложения. Соответственно, после того, как мы попали внутрь приложения, нам стартовую страницу уже показывать не надо. Значит, как бы получается, что стартовую страницу нужно подменять динамически. Затем у нас есть main page и about page всегда пушится из main page, причем main page точно должен знать имя страницы, которую мы будем пушить. Ну, в общем, это все проблемы. Это может звучать незначительной проблемой на двух экранах, но в большом приложении это будут проблемы. Соответственно, как нам отделить навигацию от экранов? Используем координатор. Координатор здесь делается очень просто, она QML, это вообще легко сделать. Соответственно, вот у нас есть стартовая страница, в ней мы объявляем сигнал next pressed. Я вот так посмотрел, здесь много ребят, кто с QT знаком, я думаю, про сигналы и слоты подробно объяснять не надо. Для тех, кто не знаком, сигналы и слоты, условно говоря, это как лисынеры на андроиде или делегаты на iOS, только синтаксис немножечко другой. Собственно говоря, в main page мы объявляем сигнал, он клик, мы его испускаем. Вот так вот мы объявляем наш координатор. Он начинается с элемента item, это базовый UI элемент в QML у нас. Соответственно, в нем мы объявляем свойства page stack, потому что нам внутри координатора нужен page stack, потому что координатор будет управлять page stack. Соответственно, здесь просто два вспомогательных свойства, это пути к нашим страницам. По контракту, условно, каждый координатор должен иметь метод start. Соответственно, внутри этого метода мы создаем страницу. Причем вот смотрите, что важно. Важно, что мы делаем вот здесь не просто create component, а еще create object, потому что пока нам нужно каждую страницу создавать не как QML компонент, а как QML объект, потому что дальше мы вот здесь подключаем сигналы и слоты, и для того, чтобы на странице работали сигналы и слоты, нам нужно, чтобы она была QML объектом. Ну и вот, соответственно, мы делаем так, что когда страница page испустит next pressed, то должен быть вызван слот show about. Ну а в show about мы запускаем вторую страницу. Собственно говоря, координатор мы описали, теперь в application window, видите, мы убираем initial page, мы даем идентификатор странице, объявляем координатор с идентификатором координатор, свойству page stack присваиваем page stack из application window, и в момент, когда application window завершает свое создание, мы делаем координатор start, и вот такая у нас теперь диаграммочка, но тут стрелочек слишком много, главное вот это, смотрите, что у нас теперь координатор связан с root view, координатор пушит у нас первую страницу, сама страница через сигналы и слоты обратно связана с координатором, и координатор может запушить вторую страницу, то есть уже вот таким простым действием мы вытащили навигацию из страниц, и теперь, во-первых, навигация происходит отдельно от страницы, со страницей уже ничего друг о друге не знают. Работает пока что все вот точно так же. Один экранчик, нажимаешь дальше, открывается другой экранчик. View-модель, да, то, что нам теперь нужно экран каждый разделить на две части, чтобы UI отдельно, View-модели отдельно были. Соответственно, View-модель – это просто C++ класс, наследник от QObject, здесь вот важно не забывать про макрос QObject, который позволяет нам сигналы слота использовать в C++ классах и так далее. Потом важно, что должен быть конструктор обязательно с одним параметром QObject, то есть конструкторов может быть больше, но вот этот конструктор обязателен, потому что только тогда мы сможем экспортировать этот класс в QML. И вот один метод у нас NextPrest будет помечен макросом QInvokable. Соответственно, такие методы из C++ будут доступны в QML. Собственно говоря, теперь в функции MainCpp мы добавляем наш MainVMH, регистрируем для QML. Собственно говоря, в MainPage вот здесь вот мы добавляем наш модуль, который мы зарегистрировали на предыдущем шаге, и теперь мы можем просто написать MainVM, идентификатор, и все. Теперь в нашем QML у нас есть наш C++ класс MainVM. И теперь в кнопке Button Unclicked мы можем сделать ViewModel NextPrest, и как бы, ну, что-то будет работать. Но на самом деле мы теперь поломали приложение, потому что вот красные стрелочки, да, вот красные стрелочки в центре вы видите, это, то есть у нас теперь мы вызываем из QML метод NextPrest у ViewModel, но сам этот метод никуда не привязан, то есть он у нас ни к чему не ведет, и так как у нас сама модель создается внутри QML, пока что она ни к чему не привязана. То есть мы немножко поломали приложение, хотя уже научились делать ViewModel. Вот, да, пока что, вот видите, переход работать не будет, стрелочка красная. Значит, слон в комнате, да, QML, C++ и управление памятью. Я вкратце расскажу, потому что я смотрю здесь, ну, много ребят есть, кто в C++ и QML разбирается. Для андроидеров и iOS-ников, кто не очень разбирается, потом будет ссылочка, добавляйтесь в чат, обсудим подробнее. Соответственно, да, на андроиде и iOS мы привыкли, что у нас есть garbage collector и автореференс каунтинг. На Авроре у нас есть умные указатели и QObject Parent. Вот, соответственно, коротко про QObject Parent. Мы выстраиваем иерархию объектов QObject, которые друг с другом будут связаны через свойства Parent. Когда верх иерархии объектов удаляется, верхний объект из памяти тем или иным способом, то все дочерние объекты автоматически удаляются. То есть ручками не нужно везде бегать и ставить new и delete. Все удаляется автоматически. Очень удобно. Соответственно, чтобы вот это работало вот конкретно с нашей view-моделью, вот которую мы только что описали, нужно, чтобы у view-модели было это свойство Parent. Это свойство изначально наследуется от QObject, но по умолчанию оно недоступно для QML. То есть у QObject есть такое свойство, но по умолчанию оно недоступно. В общем, вот строка синтакс-определения QProperty. Это для того, чтобы свойство было доступно, C++ свойство было доступно в QML. Собственно, Parent, здесь метод на чтение Parent, Set Parent, но опять же, свойства можно самим подробнее разобрать. Теперь в странице мы вместо того, чтобы создавать view-модель вот так напрямую, мы заменяем это на свойства типа main view с именем view-model. Вот здесь вот у нас эта фишка QML. Если ты объявил какое-то свойство, автоматически будет доступен callback с похожим именем. Например, свойство называется view-model. Callback называется on view-model changed. Соответственно, когда страница будет создана и в нее будет присвоено значение view-модели, будет вызван вот этот callback. И именно здесь мы делаем view-model parent равно this. И таким образом получается, что вне зависимости от того, где была создана view-модель, после того, как она будет присвоена в страницу, страница станет ее родителем. И когда страница будет удалена из стека, страница или приложение закроется, страница очищается и view-модель вслед за ней очищается через механизм parent. Очень удобно. Минимум бойлер-плейта и ручками практически ничего не надо менеджить. Также смотрите, у нас на C++ есть умные указатели. Кто работал, опять же, на iOS, тот shared pointer, это по сути автореференс каунтинг. Кто не знает, почитайте, что такое автореференс каунтинг. Значит, weak pointer – это в паре для работы с shared pointer'ами для разрыва циклических зависимостей при использовании shared pointer'ов. Unique pointer'ы – это такая удобная штука, которая показывает, которой вы можете выразить ответственность за владение объектом и передачу ответственности за очистку памяти. Я не буду все ситуации рассматривать shared pointer'ом. Рассмотрю только один. Смотрите, shared pointer очень удобно использовать для фабричных функций. То есть если у нас есть функция, которая должна создавать другие объекты, то логично сделать так, чтобы эта функция возвращала… Ой, не shared pointer, а unique pointer. То логично сделать так, чтобы эта функция возвращала unique pointer. Потому что, когда мы создаем фабричную функцию, мы не знаем, где и как потом будет использоваться объект, который эта функция создает. Потому что это известно только на вызывающей стороне. Соответственно, логично сделать так, чтобы эта функция возвращала unique pointer, и тогда на вызывающей стороне пользователь этой функции будет точно знать, что он ответственен за эту память. Таким образом, вот у меня весь код к проектам, которым я выкладываю, вот тут их там два проекта будет, там во всех проектах используются указатели и так далее, но ответственность именно где нужно их очищать, существует только за unique pointer'ы. То есть ты можешь даже row, вот реально я приложение написал, в некоторых местах я даже row pointer'ы передаю, но при этом нет никакой необходимости думать о том, что там delete, не delete, все реально вот просто и красиво можно сделать на умных указателях практически, как вот там Swift у нас. Соответственно, ну тут я некоторые нюансы еще рассматриваю, но сейчас не будем на этом подробно останавливаться. Единственное добавлю, что чтобы у нас умные указатели стали доступны, в profile надо добавить вот C++1Z, это как C++17, но только 1Z там по историческим соображениям. Потом вот опять же у меня в коде вы будете смотреть, если там вот есть такой простенький файл, сразу можно добавить импорты. Вот это вот удобная такая функция. Получается, кто на Kotlin писал, например, у нас есть на Kotlin force unwrap для optional'ов, двойной восклицательный знак. То есть используя force unwrap, вы как бы говорите, что окей, я знаю, что здесь может быть optional, но я сам беру на себя ответственность за него. Вот unique unwrap, маленькая helper функция, которая позволяет вам именно комфортно работать с unique pointer'ами. То есть передаете в нее unique pointer и тем самым признаете, что окей, дальше я за память ответственен сам, unique pointer больше ничего не делай. То есть тоже удобненько. Так, это тут, в общем, если этот импорт использовать, то код становится немножко попроще. Итак, да, вот немножечко отвлеклись, отдохнули, про C++ послушали. Вот, на чем мы остановились, да? Остановились мы на том, что сломали вью-модель. Соответственно, как нам ее теперь подчинить, да и в целом? Мы инстанцировали вью-модель в C++, ой, в QML. Соответственно, если мы ее создаем в QML, то когда у нас в приложении появятся там наши сервис-классы, юз-кейсы и так далее, как мы вообще это все будем инжектить во вью-модель? Соответственно, подготавливаем вью-модель для инжектов QML. Как я только что говорил, во вью-модели нам понадобится свойство parent, мы его объявляем, мы уже это обсуждали. Теперь, значит, у нас была функция QInvokable, которая вот next pressed, мы ее убираем, и теперь во вью-модели мы объявляем сигнал next pressed. В main page, соответственно, у нас изначально был сигнал, и было инстанцирование вью-модели, теперь мы это заменяем, вот, заменяем на свойство вью-модель, и вот оно у нас callback, он вью-модел ченжет для реперентинга. В кнопочке on clicked мы теперь вызываем не next pressed, который был частью самой страницы, а вызываем вью-модел next pressed. На этом этапе мы как бы закончили подготовку вью-модели к инжекту в QML, теперь как нам выстроить, собственно говоря, dependency injection между разными частями приложения. Для этого можно написать два класса. Допустим, в Dagger, по-моему, на андроиде это называется у нас контейнер и компонент, а, модуль и компонент классы. Ну, я вот не очень удачно, мне кажется, выбрал название. Ну, да ладно. Короче, diProvider и diConsumer. Смотрите, diProvider – это вот в данном случае очень простой класс, да, в нем есть вот один метод mainvm instance, и вот он возвращает unique pointer на mainvm. Все. Соответственно, в более сложном случае у нас внутри diProvider будет больше фабричных методов, которые могут возвращать инстанции разных модулей приложения. Дальше будет пример, я покажу подробнее, как оно работает, ну, вот пока вот так. Соответственно, diConsumer – это класс, который будет использовать diProvider, получать необходимые инстанции и переводить их в QML. То есть фишка diConsumer именно в том, что он будет передавать, он создан для того, чтобы иметь доступ к некоторым объектам со стороны QML. При этом он еще может управлять их жизненным циклом, я на более дальше покажу. Но прикол в том, что, например, в diProvider у нас может быть вообще там куча методов, там 10 сервисов, 30 view моделей, там еще какие-то дополнительные штуки, но не все они будут доступны в QML. В QML будет доступно только то, что diConsumer позволяет сделать доступным в QML. Это тоже такое разделение границ между частями приложения, очень удобно. Собственно говоря, diConsumer это так же, как вот и mainVM мы рассматривали, наследник от QObject, вот он diProvider, и вот одна функция mainVM instance, которая вызывает соответствующий метод diProvider, делает unique unwrap, что мы обсуждали, и отдает его в QML. Теперь, собственно говоря, мы также его регистрируем, этот diConsumer, и вот что важно, мы делаем view, вот в самом низу, view, roadContext, setContextProperty, diConsumer, diConsumerGet. Все, с этого момента diConsumer это свойство, которое в QML доступно нам везде внутри приложения, где мы импортировали там наш модуль и так далее. Но при этом, даже несмотря на то, что оно везде доступно, методы, которые мы в нем определили, будут давать нам доступ вот только к тому, чему надо. То есть мы не ломаем абстракции и разделение приложения на слои. Соответственно, вот смотрите, наверху пунктирная стрелочка, она показывает то, что diConsumer инжектится через QML, сначала в rootview, и потом попадает в координатор. Да. Теперь, смотрите, небольшой рекап, да, у нас вот уже есть координатор, мы сделали view модель, мы подготовили ее к тому, чтобы заинжектить в QML, мы определили механизм diProvider и diConsumer. Теперь, собственно говоря, инжектим, да, вот открываем координатор, метод start, значит, сначала в координаторе вот пишем небольшой вспомогательный метод, смотрите, pageStackPush, как и раньше у нас было, pageStackPush, дальше идет имя страницы, а дальше мы создаем словарь, в котором свойства, в свойству с именем viewmodel присваиваем вот объект VM, это будет наша view модель, собственно говоря, вот именно здесь она будет инжектиться в свойства, которые мы определили раньше. Причем важно, теперь она, смотрите, просто Qt createComponent, и мы больше не пишем здесь createObject, потому что теперь, так как мы к самой странице не будем подключать сигналы и слоты, нам нужно, чтобы она была компонентом, потому что если она компонент, тогда pageStack сможет из этого компонента создать объект и в момент создания присвоить все properties, которые мы передали вот через вот этот словарь, где у нас viewmodel и VM. Надеюсь, вообще понятно, кто-то еще следит о том, что я объясняю. Вот, соответственно, и в методе start теперь мы можем определить переменную VM, теперь вот он наш di-consumer, мы вызываем тот самый метод mainvminstance, который мы определили как qinvocable, он делает unique unwrap, вызывает di-provider, вот все, мы создали нашу модель, и здесь важно теперь, что вот мы привязываемся к сигналу next pressed из viewmodel, а не из страницы, и коннектимся к слоту showabout, ну, слот пока там все то же самое, вот мы все подчинили, у нас опять же простой экран, кнопочка дальше, нажимаем, переходим, открывается второй экран, теперь еще больше стрелочек на диаграмме, вот смотрите, вот пунктирные стрелочки, вот верхняя пунктирная стрелочка показывает нам inject di-consumer в qml в целом, ну, в данном случае в координатор, но интерес представляет собой, смотрите, оранжевая пунктирная стрелочка внизу, которая идет от mainvm к di-consumer, то есть что она показывает, она показывает, что mainvm изначально создается на стороне c++, но через нашу систему dependency injection, когда мы делаем push страницы, ответственность за страницу, за view-модель передается в страницу, и получается, когда страница будет удалена из стека, или там все приложение закроется, и все страницы будут удалены из стека, через механизм вот parent'ов и страницы, и view-модели будут удалены из памяти, и то есть как бы опять же, ручками нигде не надо бегать, и писать delete на каждом шагу, или что-то такое делать, очень удобно, и также хорошо то, что теперь смотрите, у нас получается view-модель через сигналы и слоты связана с координатором, и вот это как бы то, чего мы добивались, то есть у нас уже навигация вынесена отдельно в координатор, координатор пушит отдельные страницы, view-модели создаются отдельно, но потом присваиваются к соответствующим страницам, и через сигналы и слоты view-модели связаны с координатором и могут управлять всем приложением, то есть вот мы как бы уже получили то, чего хотели глазами Android и iOS разработчика, это может быть казаться пока что каким-то усложнением, но опять же это потому, что у нас всего тут две страницы, представьте, что если у нас страниц 5, ну здесь допустим 3, и вот мы уже получили, что каждая страница работает независимо, при этом у нас уже нет жестко заданной initial page, то есть динамически в зависимости от каких-то условий мы можем подменить стартовую страницу. Вот. И сейчас вот я покажу немножечко на реальном примере, да, где будет больше экранов, а не два, и будет немножко понятнее, как бы зачем все вот эти переусложнения. Предположим, мы хотим сделать трекер задач для команды. В трекере задач должен быть анбординг с возможностью входа или регистрации, должен быть список задач, собственно, ты можешь посмотреть только свои задачи или вообще все задачи команды. Должна быть возможность добавлять задачи, просматривать или там редактировать задачи и видеть список участников и задачи каждого участника. То есть вот на словах это вот буквально пять пунктов, да, кажется, что простое приложение. Соответственно, вот в середине у нас стартовая страничка, кнопочки login, sign up. Смотрите, в чем идея. Если ты нажимаешь на логин, открывается другая страница, да. Допустим, я нажал на логин, открылась страница с логином. Я ввожу пароль, нажимаю на кнопку логин. Соответственно, в этот момент отправляется запрос на сервер. Я получаю ответ и получаю токен авторизации. После этого я должен, допустим, к этому моменту у меня в стеке страниц уже было две страницы. После того, как я получил токен авторизации, я должен удалить все страницы из стека, потому что они мне больше вообще не нужны. Человек уже залогинился в приложении и показать свой хоум-скрин, на котором будет список приложений. Поэтому, соответственно, вот эти три экрана, они образуют первый координатор, условно, старт-координатор. И работа старт-координатора заканчивается тем, что старт-координатор испускает сигнал, допустим, authorized, типа пользователь авторизован, и через сигнал authorized связывается с другим координатором, который у меня, хоум-координатор. Сейчас вообще будет сложно все. Связывается с хоум-координатором, и вот хоум-координатор, он уже стирает весь текст страниц и пушит свою первую страницу. Соответственно, оу, а что это на ней? А, все нормально отображается. Соответственно, хоум-координатор, да, у нас вот есть стартовая страница, на которой отображаются мои задачи, да, можно сделать пулдаун, открывается вот такое пулдаун меню, с этого меню можно нажать show all и увидеть там все, все задачи команды, а не только свои, как изначально. Можно перейти к настройкам и отредактировать свой профиль. Причем, смотрите, здесь экран настроек, это тот же экран, который использовался при регистрации. Только это у меня одна и та же страница и одна и та же вью-модель, у которой два разных конструктора. И в зависимости от того, какие конструкторы, с какими конструкторами я создаю вью-модель, у меня экран будет по-разному выглядеть и запросы будут другие, сервисы использоваться и так далее. Соответственно, дальше мы можем нажать вот go to users, там вот список пользователей, вот можно посмотреть задачи пользователя, просмотреть детали задачи пользователя. Потом я могу открыть там свою задачу, отредактировать ее, подтвердить изменения, вернуться обратно. В общем, и опять же, можно еще добавить там новую задачу. То есть, смотрите, изначально проект состоит из пяти пунктов, но тут уже как бы набирается десяток экранов, четыре сервера, сервиса, десять вью-моделей, два координатора и так далее. Можно, конечно, это все, наверное, написать и как-то проще, но все-таки мы здесь про clean-архитектуру говорим, поэтому получается вот так. Как это все сделать? Во-первых, нам нужен некий объект, который будет у нас менеджить токен, потому что, когда у нас идет application start, нам нужно вообще проверять, есть у нас токен или нет, потому что, если у нас уже есть токен, то нам нужно показывать home screen, если у нас токена нет, то нужно показывать start screen. Потом, при старте приложения нам нужно откуда-то брать, например, API URL, это URL, к которому будут обращаться все наши запросы. Здесь это взято как пример, просто в реальной обстановке обычно в приложении есть какие-то ключи к сторонним сервисам, какие-то API ключи, что-то еще, что нельзя раскрывать, их нужно откуда-то брать при старте приложения. Плюс, тем более, если у вас там есть среда development, staging и production, на разных средах могут быть разные версии ключей, поэтому это все надо как-то менеджить. Потом, в течение анбординга, это когда у нас login screen или sign up screen, нам нужно сохранить полученный токен. Когда приложение уже работает, получается, мы будем выполнять приватные запросы, которые требуют авторизацию, соответственно, нам нужно получать значение токена из вот этого апдата провайдера и еще нам нужно иметь возможность разлогиниться, то есть как раз вот в настройках, там была кнопочка logout, если кто-то заметил, нажимаешь logout, токен стирается и ты переходишь снова на стартовый экран. Соответственно, апдата провайдер это просто вот C++ класс, наследуется от пяти интерфейсов, каждый интерфейс это здесь вот буквально по одной функции все это реализуется. Соответственно, вот единственная интересная тоже фича, что вот API URL, это у меня в проекте есть файл, который исключен из гита, но в проект он добавлен. Соответственно, вот таким образом удобно в проект добавлять всякие API ключи и прочую приватную информацию, которую, ну, допустим, вы делаете open source проект, но есть какие-то вещи, которые вы не хотите всем показывать, вот можно вот так вот короче сделать. дальше, да, как сделать DI провайдер. Соответственно, DI провайдер в себе должен иметь вот этот вот наш appdata провайдер для работы с токеном, там, какими-то ключами и так далее. Он должен иметь REST API, потому что REST API это некоторая сущность, с помощью которой мы будем выполнять запросы к нашему бэкэнду, и она нам нужна и в start flow, и в home flow, то есть она нам нужна и там, и там. Соответственно, у DI провайдера два члена класса. Сейчас вот про методы login token provider REST API мы чуть позже поговорим. DI провайдер, он наследуется от двух других DI провайдеров, один из них start, другой home, да, мы разбиваем приложение на две части. Start DI провайдер в себе, соответственно, имеет метод start service instance, в start DI провайдере всего один сервис используется, имеет в себе start VM, login VM и вот edit profile VM, который используется в качестве экрана регистрации. В home провайдере у нас там значительно больше, у нас там четыре сервиса, собственно говоря, для списка задач, для настроек, для пользователей, еще для чего-то, я уже не помню, больше view моделей, потому что больше экранов и так далее, поэтому home flow мы особо рассматривать не будем, там все то же самое, только кода больше. Соответственно, start DI провайдер, вот у нас сначала идет четыре функции для создания инстансов, собственно говоря, старт сервиса, и вот здесь смотрите, start service, return, make unique, start service, и в параметрах конструктора вызывается метод rest API, а внизу метод rest API объявлен виртуальным, то есть его реализации здесь нет. Соответственно, зачем это нужно? У нас есть две, два раздельных модуля, и каждый из них как бы ничего не знает про rest API. так как мы rest API здесь объявляем виртуальной функцией, а реализуем ее в dependency injection, ой, в DI провайдере, то тем самым мы делаем поворот, тем самым мы делаем dependency inversion, то есть у нас не start DI зависит от DI провайдера, а наоборот, если я сейчас сам ничего не путаю, в общем, на самом деле, то есть да, у нас и dependency injection, и dependency inversion, вот, соответственно, да, DI провайдер, в нем два этих члена класса, app data provider, rest API, конструктор, вот прямо в конструкторе, причем, смотрите, у нас создается app data provider, потому что это простой класс, у него нет никаких параметров в конструкторе, здесь мы создаем rest API, это shared pointer, при создании нам нужно вот то самое API URL, то есть прикол в том, что rest API технически просто в другом месте, кроме как в DI провайдере, создать даже невозможно, даже если оно там куда-то из инклудов протечет, я не уверен, может оно там где-то и доступно, в любом случае его нельзя даже создать. Соответственно, вот эти вот методы login state provider, login token, token value, logout, token provider, это все просто разбиение app data provider на три части, доступные в разных частях приложения, то есть это, опять же, это может немножко overengineering в данном случае, но я просто показываю, как можно вот делать разбиение на интерфейсы, разбиение на слои и так далее, то есть воспринимаете это все-таки как пример, потому что, ну, маленькое приложение, да, соответственно, DI consumer, вот здесь вот просто показан пример, как сделать lazy инициализацию на C++, потому что, например, мы запускаем нормальный ход приложения, это home flow, ты зашел в приложение один раз, да, все, дальше получается ты при перезапуске приложения все время будешь попадать в home, то есть тебе не старт координатор, не старт сервисы, ничего не нужно, поэтому они используются редко, соответственно, я сделал их инициализацию через вот lazy на C++, оно вот просто вот так выглядит, ну, в принципе, как на свифте, да, что ж такое, да, и, соответственно, у DI конзюмера вот мы определяем методы, которые нам будут нужны на стороне QML, это, соответственно, проверка залогинены ли мы и три наших вью-модели, причем, смотрите, вот вью-модели, первая она, понятно, без параметров, она только за кнопки отвечает, но логин VM instance и signup VM instance это вью-модели, которые могут выполнять запросы и, соответственно, для выполнения запросов им нужен старт сервис и именно вот здесь внутри конзюмера мы его и инжектим во вью-модели, очень удобно. Соответственно, в main.cpp вот просто одной строчкой регистрируем все наши там кучу классов C++ для QML, создаем конзюмер, также запихиваем его в контекст-проперти, как мы уже делали это в маленьком примере. Теперь координатор, смотрите, у меня тут есть базовый координатор, в котором просто я в одном месте определил пути ко всем страницам, несколько helper функций, вот push page with VM мы уже видели, это в прошлом было примере, replace all pages with page and VM, это вот именно стереть все страницы в стеке, которые сейчас есть, и запушить одну новую, то есть ничего сложного. И, соответственно, так, вот у нас старт координатор, да, у него есть сигнал authorized, есть метод start, вот в методе start, как мы уже обсуждали, мы вызываем di-consumer, start vm-instance, связываем вот сигналы и слоты, соответственно, на модели login будет вызываться login, signup будет вызываться signup, здесь вот что важно заметить, да, что здесь у координатора есть еще функция restart, и вот смотрите, функция restart просто вызывает функцию start с параметром true, да, теперь смотрим наверх, если restart true, то мы делаем замену всех страниц в стеке, если is start false, то мы делаем push одной страницы, для чего это надо, сейчас вот просто держите это в голове, сейчас вы увидите, для чего это надо. Теперь вот корневая вьюха, как мы уже обсуждали, идентификатор application window, объявляем два наших координатора, соответственно, вот у нас был start координатор и home координатор, и да, и вот здесь вот component, он completed, соответственно, вот мы делаем start координатор, сигнал authorized, связываем с home координатором слот restart, home координатор, сигнал unauthorized, связываем со слотом start координатора, restart, то есть это вот именно та самая связь, когда ты заканчиваешь логин в стартовом координаторе, сигнал alpharized у home координатора вызывает restart, и home координатор стирает все страницы в стеке, и пушит свою первую страницу, и наоборот, когда в home координаторе ты делаешь logout, он вызывает, он испускает сигнал unauthorized и вызывает restart у start координатора, и тут уже start координатор стирает все страницы и пушит свою первую страницу. Но в нормальном flow, когда нам вот это вот ничего не нужно, мы на старте просто проверяем, залогинены ли мы или нет. Если мы не залогинены, то у нас вот нижняя строчка, start координатор, start false, то есть вот false, это именно когда мы просто пушим одну страницу, а если мы залогинены, то home координатор start false тоже просто пушим домашнюю страницу, И все. Тут же мемчик был уже. Вот, все. Теперь я знаю, как, ну точнее вы знаете, как разрабатывать под Aurora S с архитектурой, разделением на слои и так сказать, чтобы… Да, ваши мучения окончены. Да, что такое. Смотрите, итоги немножечко, да, еще рекап. Значит, мы посмотрели, да, с чего начинается приложение на Aurora OS. Я рассказал, что такое координатор и как его сделать в QML. Я рассказал про Vue-модель, коротенько про C++ и QML. Значит, потом, как инстанцировать Vue-модель в C++ и заинжектить ее в QML с помощью DI, и провайдер, и DI-конзюмер. И вот мы еще рассмотрели реальный пример, где у нас уже было два координатора, четыре сервиса, десяток Vue-моделей. Мы посмотрели, как это все работает в реальности. Соответственно, ссылочка на телеграм-канал. Я вот буквально сегодня в час ночи я запостил туда уже, что надо. Ночью исправлял ридмишки на гитхабе, все туда добавлял. Ну, соответственно, добавляйтесь, задавайте мне вопросы, как бы, и вот, да. Ну, на этом все. Мне интересно стало, ты вот говоришь, у тебя там, эта структура, она у тебя пушит пейджи, потом она стирает, видишь, пейдж стэк, и пушит еще одну пейдж. Мне как UX-программисту интересно, а вот анимация при этом не ломается, это все плавно выглядит, или это так тук и страница возникает? Ты знаешь, мне тоже это было интересно, и я, когда начал это писать, и обнаружил, что все, оно работает четенько, я в очередной раз про себя подумал, какие ОМП молодцы. Вопрос снял. Да, особенно я и на девайсе это протестил, и оно прям кайфово работает. У меня вопрос как от тех, кому сначала надо в ворота постучаться где-то 3-4 дня. Где-то подобный видеоаналог есть у вашего доклада? Будет, я сделаю. Спасибо, это прям очень надо. Да, мне вчера объяснили, что видеоаналог нужен, я сделаю на следующей неделе. Собственно, я как iOS-разработчик посмотрел на эту презентацию и подумал, ну это вот, это iOS как бы. Прям очень много тех механик, тот же IRC, его аналог через каунтеры, через смарт-пойнтеры. Вот. И, собственно, сам вопрос, не планируется ли дальше уход в такую же iOS-разработку? То есть больше копирования чего-то с той стороны? Или то, что я сейчас увидел, собственно, то, что мы увидели, это исторически сложившийся флоу разработки? Нет, смотри. Я сам не являюсь Qt C++ разработчиком, да, поэтому вот этот доклад представляет собой мое желание начать дискуссию с Android и iOS-разработчиками о том, как мы можем знакомые нам подходы привнести на Аврору. То есть я просто вот это вот все сделал, я посмотрел, что да, можно делать так, как мы привыкли делать на iOS и на Android. Я проверил, что память не течет, как бы не нужно везде бегать с new, delete, вот там, это, как это, удаление поинтера до инициализации, там и так далее. Вот ничего вот этого нет. Реально новые плюсы, вот сейчас здесь 17-й, и я именно, я хотел сначала убрать кусок про плюсы, но вот Роман попросил меня вчера оставить, потому что идея состоит в том, что как будет развиваться сам framework Qt на Авроре мы пока не знаем, вот у нас версия 5.6 есть и все, но новые плюсы, 20-е, нам уже обещают скоро. Поэтому как бы я именно делал упор все выстроить на C++ настолько, насколько это возможно. Ты если код проекта посмотришь, у меня там еще уже темплейтами все обмазано немножечко и там всякое интересное есть. Опять же, там в Redmi написано, что это вот просто начало дискуссии. Давайте выработаем знакомые нам подходы, но в рамках Авроры. То есть это не мейнстрим, это твое видение. Это мое видение. Хорошо, понял, спасибо. Денис, спасибо большое за доклад. Интересно, что ты провел какие-то аналогии между понятным и новым, привычным и новым. И ты говорил больше про dependency injection. Мне как андроид-разработчику в бывшем… Боль всех андроид-разработчиков – это state management, safe instant state. И идея в том, что приложение может быть убито и надо как-то сохранять его состояние. Можешь чуть-чуть не только про dependency, а про другие моменты сказать? То есть в Авроре как делается state management? Ну какие сейчас вот именно… Насколько это похоже или не похоже на iOS? Вот так вот, потому что ты параллели проводишь. Да, смотри, значит, у пейджа есть коллбэк. Он там у меня в коде где-то в одном месте используется. Вы можете его найти. Я на память не помню. Он status changed или что-то такое. Вот именно внутри пейджа ты можешь написать он status changed и там, соответственно, сделать switch по значениям статуса. И статус там будет значение is activating, activated, deactivating, deactivated. Вот там четыре состояния у страницы. Соответственно, они более-менее привязаны к пейдж стеку, собственно говоря. И я пока с проблемами именно с жизненным циклом приложения не встречался, но как жизненный цикл страницы очень похоже на iOS. То есть will appear, did appear, will disappear, did disappear. Вот как на iOS. С Android, ну серьезно, Aurora разработка больше похожа на iOS разработку, чем на Android. Хотя вот опять же само разделение экранов, например, на QML и Vue модель, вот в этом примере, что я делал, это чистый UDF, то есть unidirectional data flow. У тебя связь вот так вот просто делается. Никакого перемешивания логики, все четенько разделяется между Vue моделью и QML страницей, как в лучших традициях, там Jetpack Compose, то есть очень удобно. Я пока ты говорил, мой iPhone в кармане в Aurora превратился. Можно я тебе тоже вопрос задам, пользуясь, так сказать, моментом. А что по поводу навигации? Там обычно бывают проблемы, когда идешь назад, но в iOS это все сохраняется как бы из коробки во Vue контроллерах. А в Android, что в Compose, что не в Compose, постоянно страницы сбрасываются, вот тут это надо. Я, честно говоря, этого не заметил. То есть scroll сохраняется, позиция все на ней. Просто все сохраняется, все просто работает. По крайней мере, может оно где-то и ломается, но вот в рамках там 10 экранов, условно говоря. В Android это невозможно не заметить. Ну вот я не заметил. Окей. Продолжение следует.